Добрый вечер! В эфире программа Герой дня. С вами Ирина Зайцева. С каждой новой программой мы убеждаемся, что ранее закрытая тема личной жизни российских политических деятелей буквально на глазах уходит в прошлое. Политики не только стараются по мере возможности быть с нами откровеннее, освобождаются от прежних советских комплексов, но и запросто демонстрируют свои таланты. Сегодняшний герой нашей программы Александр Шохин. Он дважды побывал в кресле вице-премьера, ныне занимает не менее ответственный пост, первый вице-спикер Российской Государственной Думы. О том, какое же политическое кресло мягче, а также о себе и, конечно, о своих пристрастиях сам Александр Шохин. Итак, начнем с красоты, потому как давно известно, что красота это прежде всего здоровье. А здесь Александр Шохин преуспел. Занятия спортом, он говорит, всегда успешно сочетал с политической деятельностью. Этим конькам уже лет 10, но их хозяин до сих пор виртуозно гоняет шайбу. По утрам бегает, это еще со студенческой скамьи. Занятия на тренажере считает обязательным, но постепенно осваивает все новые и новые виды спорта. Я освоил в последние буквально годы несколько видов спорта, таких как теннис, горные лыжи. Вот сейчас, поскольку дети у меня уже скачут на лошадях, вполне приличное. Я думаю, попробовать, может быть, освоить и верховую езду. Хотя, думаешь, а вдруг радикулит появится какой-нибудь. Может, ты рано вообще. Я вот на себя чисто осваиваю такие виды спорта, где можно как бы оказаться в таком незавидном положении, упав там или, так сказать, оказаться смешным вроде. Но, тем не менее, пока получается. Это меня вдохновляет. Талант, он везде талант. Любимая же игра Александра Шухина – футбол. Бывает, и гоняет мяч с командой товарищей. Зачем вы уронили Юрия Михайловича Лужкова? Вы знаете, действительно, если вы видите, что я очень сожалею о содеянном, тем более, что это был 92-й год. Я подал заявление на получение квартиры, и вот у меня в этот момент промелькнули все возможные последствия этого шага. Но Юрий Михайлович – человек благородный. Он считает, что спорт – это спорт, а улучшение жилищных условий министрам и депутатам – это его обязанность. Хотя, честно говоря, я его понимаю. Так часто меняются парламенты и правительства, члены правительства, что ему жилищного фонда не хватает. Александр Шухин родился в Архангельской губернии, откуда родом и Ломоносов. Но, говорит, не шел пешком за обозу в Москву учиться. Когда ему было три года, родители сами переехали в Московскую область, жили в Капотне, которая позже стала Москвой. Но если говорить о генах, то они у меня Орловские, поскольку и отец, и мама родом из Орловской губернии. Да и я в самом детстве проводил не одно лето в деревне на Орловщине. Так что я там и плавать научился, и первую рыбу поймал в реке, и первый раз ходил с пастухами в хохозное стадо пасти. И первый раз узнал, что такое нарушение закона, поскольку в деревне гнали самогон, иногда ходили кукурузу таскать для свиней. Но мне велено было никому об этом не рассказывать. Может быть, сейчас я впервые рассказываю об этих наблюдениях в детстве. Эта дочка пришла вся в бабушку как раз. Похожа на бабушку? Да, очень приятно. Кстати сказать, не так давно я прочитал любопытную вещь. Оказывается, на Руси считалось, что надо женихов и невест брать из двух регионов. Из Архангельской области и из Орловской. Это считалось, эти два региона считались типично русскими, и что там генотип не поврежден. И если брачуется молодежь из этих двух регионов, это успех для всего народа. В их семейном альянсе как раз именно тот самый нужный генотип. У супруги Александра Николаевича Татьяны Валентиновны те же орловские, да еще и брянские гены. Они больше 20 лет вместе, не за горами и серебряная свадьба. Закончили один и тот же экономический факультет МГУ. И даже попали после распределения в одно и то же учреждение на работу. Экономический институт Госплана Союза. И мы там поняли, что мы не случайно попали в одно место и быстро дошли до осознания того, что надо создавать ячейку общества. Татьяна Валентиновна, нет, у меня не было такого осознания про ячейку общества. Ну я пошутил. Шутки шутками, но ухаживал в Шохин, говорит Татьяна Валентиновна, стремительно. Ну я действительно ухаживал стремительно, потому что я понял, что я потерял несколько лет не ухаживая. И поэтому тот год, это был 1974-1975 год, мне пришлось наверстывать упущенное. Это как это, цветы, духи или что по тем временам было главное? Нет, по-моему через месяц уже хотел очень сильно жениться. Очень сильно хотел. Забыл про цветы, про духи. Про духи, про цветы, да. Вот был такой момент, когда он меня первый раз проводил, жил, значит, ну уже тогда не в Капотне, а в Кузьминках, а я в Чертаново. Ну и мы ехали из центра, тогда еще не было метро, конечно, этого в Чертаново, так очень сложно было добираться. Он первый раз доехал, потом рассказывал свои впечатления, говорит, долго ехали на метро, очень долго. Потом вышли, темнота, народу нет особенно. И говорит, тут выясняется, что еще надо ехать на автобусе. Короче говоря, доехал в первый раз, он понял, что здоровья долго вообще, так сказать, не хватит провожать. Проще жениться. Проще жениться. Ну я бы не упрощал, готов был провожать, но смысл какой. Это было достаточно романтично, несмотря на натиск, на реализацию схемы Бори и натиска, все было с соответствующими атрибутами. Цветы, подарки, проводы и поцелуи при Луне, и вздохи на скамейке. То вот единственное, нет, 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 пытался петь. И вот это была его ошибка в тот момент, потому что он, почему, я уже не знаю, но решил, что, видимо, это вот один. Я два года отучился в музыкальной школе, и почему-то никто не верит. И, к сожалению, мы в многочисленных переездах потеряли часть фотографий, в том числе те из них, где я играю на аккордеоне и пою в хоре. И мне очень трудно доказывать, что я это делал неплохо, потому что, когда начинают петь, все сомневаться начинают, что это правда. По словам супруги Шохина, недостатков у мужа почти нет. Есть один большой, это то, что муж не так часто бывает дома, как хотелось бы. А положительные качества? А все остальное, что можно? А положительнее то, что он все-таки бывает дома. Вы знаете, ну я вообще против того, чтобы своих близких, так сказать, публично как-то начинать вспоминать какие-то грехи, недостатки. Тем более вспомнить. Я не знаю, вот такой политик, как Жириновский, которому, так сказать, много там говорят и спорят. Вот я к нему отношусь не очень хорошо, только из-за одного. Вот один раз, он как-то, это еще было много лет назад, по-моему, даже это была первая какая-то предвыборная кампания в парламент. Вот он начал рассказывать о своей семье и начал говорить о своем сыне. Сын там так себе, на троечку, вот там бестолочь и так далее. Ну ты же родил-то, ну ты как бы, так сказать, вот. Мне это очень не симпатично, когда вот о своих близких начинают так говорить. А мы вовсе не хотели, чтобы что-либо подобное Татьяна Валентиновна говорила в адрес супруга, а потому сразу перешли к традиционной хозяйственно-гастрономической теме. Ты хозяйственный вымож? Я в молодости мог ремонтировать квартиру. Я, например, в Чертаново в квартире всю электропроводку сделал скрытой, самостоятельной, из открытой. Построил на балконе шкаф из отходов, мебели. Ну и кое-что еще умею делать. Готовить умеете? Вот по части готовки я слабоват, но есть такие жизненно важные виды. Яичница? Яичница, шашлык на мангале, на воздухе, на даче. Это очень популярный у мужчин вид спорта. Любимое блюдо – это все, что готовит жена. А все, что она, как образно говорит, Шохин мечет на стол, все оказывается самым вкусным. Ну, я люблю на самом деле шашлык, пельмени, солянку, уху рыбную. Рыбу люблю. В последнее время стал предпочитать рыбу больше, чем мясо. Может, это возрастное, а может быть, наконец, я познал, что… Может быть, у вас фосфора не хватает в организме? Ну, уж этого я вас никак не ожидал. Избыток фосфора я не замечал, чтобы он мешал людям думать. Так что будем надеяться, что у меня это не от недостатков. Это не столько для мозгов, это для костей, говорят, очень полезно. Ну, кости у меня крепкие, мне еще никому переломать не удалось. А пробовали? Да, если иметь в виду политические схватки, то часто пробовали. По характеру Александра Николаевича не обидчивый, а даже наоборот, говорит, веселый, с юмором. Да, я иногда, приходя с работы, рассказываю что-нибудь веселенькое о том, что у нас в Думе происходит. Иногда я шучу. Вот недавно мне надо было поговорить с министром СНГ Мангельдой Тулеевым, а он сидел во фракции КПРФ. Вдруг ко мне оборачивается Виктор Илюхин, говорит, Александр Николаевич, я каждый раз вздрагиваю, когда вы по нашим рядам ходите. Что на сей раз вы задумали? Я говорю, ну мне что, боясь, поручил расколоть вашу фракцию и человек 20 отобрать. А что он вам обещал взамен? Ну, взамен обещал спикером сделать. Я вот отошел от него, сел в кресло свое в президиуме и думаю, что завтра, наверное, пойдет снова гулять. Правда, вот такой своеобразный юмор в Госдуме смеется Шохин людьми неподготовленными, может восприниматься как грубость или еще хуже, как политическое заявление. Но сам Александр Николаевич всегда помнит, что ему по поводу шуток говорит мама. Не шути. Ты серьезный человек, политик. Не так могут понять. Но уж характер не переделаешь. Качество характера Александра Николаевича можно еще дополнить. Он, говорит, не склочный. Иногда бывает неправ, может покрикивать на домашних, но это в качестве разрядки. Более того, он человек доброжелательный, долго зла не держит на других. Ну, вот скажем, Егор Гайдар недавно в мемуарах, на мой взгляд, был неправ Егор, описывая события пятилетней давности в том свете, в котором ему представляется выгодным. Со Старковым я судился почти год за его публикации в «Аргументах и фактах», но когда год назад он предложил мировую без суда, ну... Мы даже подписались на «Аргументы и факты». Может быть, я не прав, это чрезмерная мягкость, и со своими политическими противниками надо жестче себя вести. Но я не амбициозный и не злопамятный человек. Но зато у Александра Шохина есть профессиональное тщеславие. На любом посту, и будучи вице-премьером в эпоху либеральных экономических реформ, и позже, в 94-м, да и сейчас, в должности первого вице-спикера Госдумы, никто, говорит, никогда не сможет упрекнуть его, что не справится он со своим делом. Но, тем не менее, добавляет Шохин, сейчас он начинает понимать, отсутствие политических амбиций все-таки мешает результативности в делах. Иногда нужно, как бы, вступать в какие-то драки, и прежде всего потому, что не так много людей, которые умеют делать дело лучше. И я думаю, что мне придется активизироваться в ближайшее время, на какой площадке, это другой вопрос, на думской, политической. Я много нового узнаю из этой передачи. Видите, не приехали, вы не знали задумки вашего супруга. Политическим дракам, амбициям и прочим заставляло учиться, считает Александр Николаевич, и вот такая сложная политическая жизнь. В детстве он и не мечтал ни о какой политике. Сразу как-то выяснил для себя, что станет экономистом. Александр Николаевич, на танцы-то ходили? Хорошо помню, что хотелось хорошо танцевать, и поэтому я записался самостоятельно в кружок бальных танцев, и проходил пару месяцев на Ленинские горы, во дворец пионеров, городской и школьников. Но никак мы не могли дойти до тех танцев, которым я хотел научиться. Там обучались такие, обучали нам танцам таких, как вечерний лирический, там джайф или еще что-то. А мне хотелось рок-н-ролл, может быть, даже спортивный. И я понял, что я не дождусь и плюнул на это дело. У Шохина такие же подвижные, спортивные, талантливые дети. Сын, он будущий юрист, ему 20 лет, работает и учится. Прекрасно разбирается в политике и уже может давать даже отцу квалифицированные советы. Дочь Евгения, ей недавно исполнилось 15 лет, хорошо рисует. А вместе, когда, конечно, получается, они любят ездить на Валдай. Вообще, в средней полосе России им нравится отдыхать. Катаются и в горах. Освоили горные лыжи. Потому на вопрос, что для него важнее, семья или политика, отвечает коротко. Главное для меня все-таки оставаться человеком, и как бы политика не привмешивалась в мою жизнь. По словам Александра Шохина, если бы политика была для него делом грязным, и он бы добивался политических целей грязными методами, его бы в первую очередь осудила семья. А семья не осуждает. Значит, в политике он работает с чистыми руками. Все говорят, что политика это все-таки грязное дело. Я потому занимаюсь политикой, что у меня не было случая, чтобы я разменял человеческое достоинство и моральные принципы на какие-то политические цели. Как только возникал, ну, скажем, предпосылки для такого конфликта возникали, я приносил в жертву политические цели. И поэтому я ушел в отставку в конце 1994 года. Мне показалось, что мое достоинство политикой человека может быть ущемлено. Вот вы двукратный вице-премьер, а сейчас первый вице-спикер Госдумы. Ну, и на ваш взгляд, где лучше? Где лучше? Я могу лишь сказать, где, ну, скажем, комфортнее мне с точки зрения психологического моего склада. Я за годы работы в правительстве, хотя я там поработал чуть более трех лет, привык принимать решения и привык отвечать за то, что я делаю. И не могу сказать, что это лучше, легче, но это определенный тип поведения политического. В Государственной Думе, если хотите, политическая интрига, она важнее. Я тоже потихонечку уже перестраиваюсь, понимая, что это другая жизнь, которая имеет и свои преимущества. Мне в этой связи хотелось бы отметить, что у меня и здесь вроде бы начинает получаться. И это дает мне основания считать, что новый опыт я уже приобрел, и он лишним не будет. Каждому политику, уверен Шухин, важно хотя бы раз побывать в отставке. Есть возможность оценить свои прошлые шаги, подумать и о смысле жизни, не только политической, но и собственной. И не бояться начинать сначала. И коль скоро жизнь его вывела еще раз на политическую стремнину, значит, говорит, не случайно это было в первый раз. Ну, вот мне не приходила в голову идея писать мемуары. Если ошибался, пусть все увидят вместе с тобой, где ты ошибался. Но лакировать, как знаете, иногда профессиональные алкоголики говорят, а залакировать в конце. Вот когда часто в конце какого-то периода политик лакирует, пытаясь глянец навести и показать себя, как ему кажется, в лучшем свете, часто это приводит к обратному результату. Мемуары будем писать на пенсии. До пенсии Александру Николаевичу еще далеко, так что пока он мечтает о полноценном отпуске. Да, на ближайшее время чаще общаться с друзьями. Масленица вот сейчас будет, я думаю, масленицу обязательно отметим. И потому что блины у нас получаются. Кого вы зовете за масленицей? На блины. На блины? Ну, вообще-то мы сначала к теще на блины, наверное, проверим. Ну, мы общаемся и с друзьями университетскими. А вот Гайдар, Явлинский, я смотрю здесь на фотографии, это друзья или нет? Ну, с Гайдаром мы с 92-го года семьями не дружим и относимся друг к другу достаточно настороженно. С Явлинским мы знакомы, как мы недавно выяснили, ровно столько, сколько нашим детям. Но, тем не менее, дружба тоже не получилась. Но в политике, как мы уже выяснили, друзей и не бывает. Зато везет Александру Николаевичу с зайцами. Уже год, как собирают Шохин, всевозможные фигурки зайцев. Потому как по восточному гороскопу он сам родился в год зайца. Зайцев уже более ста штук в доме. Этот зайц хорош тем, что он напоминает меня. Во-первых, очкарик, во-вторых, с бутылкой пива. Вы любите пиво? Я пиво люблю, хотя в последнее время начинаю отказываться от него, поскольку боюсь оказаться баварцем с большим животом. Вы знаете, я не могу, не буду скромничать. Пиво я люблю. Люблю красное вино хорошее. Но пью по случаю, по чуть-чуть. Вот это первый зайц. С него началась коллекция. Видите, какой смешной заяц? Мы его купили два года назад. Отмечалось десятилетие перестройки. Я был на конференции в Турине. И там, в базаре, который часто бывают, там вещи продают на улице старые, купил этого смешного зайца, работящего явно, вроде меня. И с него все и началось. И таких работящих зайцев довольно много. Ну, вообще, в основном, я пытаюсь выразительных зайцев найти. Ну, вот, например. Выразительные – это что имеется в виду? Ну, которые какой-то смысл несут, нагрузку. Это вот мы с зоной зайцем. Очень похоже. Часто любим редком сидеть и говорить лотком. Кстати, о женской красоте. Первый вице-спикер вполне, говорит, способен ее оценить. Ему приятно созерцать, к примеру, манекенщиц на подиуме. Но это все шоу, говорит. Настоящий идеал женщины – это сочетание душевных качеств и красоты. А это его жена. Вы смотрели программу «Герой дня» без галстука. О себе рассказывал первый вице-спикер Государственной Думы Александр Шохин. Смотрите нас каждую субботу в 16.20 на канале НТВ. Среди предшедших провожать последний путь Вадима Осиповича Бирюкова высказывали самые разные версии его гибели. Многие из редакции поговаривали о таинственном убийстве Королева два года назад. Однако для всех было понятно, что убийство самого Бирюкова было хорошо спланированной акцией. И даже если принять за правильную версию об обычном грабеже, то это хорошо подготовленное преступление. По словам одного из сотрудников редакции «Деловых людей», единственная версия, которая всерьез муссируется в журнале, замом генерального директора которого был Бирюков, Эта версия связана с до сих пор нераскрытым убийством друга Вадима Осиповича, Юрия Ковалева, известного фотографа, с которым Бирюков познакомился еще в бытность своей службы в КГБ. В «Деловых людях» Юрий Ковалев начал работать после ухода из журнала «Советский Союз». Но в ноябре 1994 года жизнь его оборвалась при обстоятельствах, весьма схожих с гибелью самого Бирюкова. Перед смертью, по данным экспертизы, Ковалева долго били, а затем уже мертвого фотографа облили бензином и подожгли. Его автомобиль нашли в нескольких десятках километров от места трагедии. Редакционные слухи проводят теперь прямую аналогию между этими двумя смертями и списывают их на старые долги погибших перед монстром КГБ. Тем более, что после гибели друга Вадим Бирюков активно занялся собственным расследованием этого убийства. Однако главный редактор «Деловых людей» Сергей Цехмистренко, который в последнее время довольно тесно общался с Бирюковым, весьма сухо отнесся к этой версии. Все это дела на столько минувших дней, вот я имею в виду Королева, насколько это интересно сегодня. Возможно, совпадение обстоятельств, при которых с интервалом в три года погибли два друга, случайно. Мы на сегодняшний день обладаем лишь набором фактов. С момента выхода Вадима Бирюкова из здания редакции до наступления смерти прошло примерно 3-4 часа, а дорога домой при самом плохом стечении обстоятельств занимала у него минут 40. Перед уходом с работы он позвонил жене и сказал, что выезжает домой, где не появился ни вечером того трагического дня, ни на следующее утро. 26 февраля около часа дня в гараже, где он держал свою машину Nissan Maxima, жена Бирюкова Ольга Николаевна обнаружила бездыханное тело своего супруга со связанными руками и обмотанной скотчем головой, чтобы тот не мог позвать на помощь. Автомобиля стоимостью примерно в 40 тысяч долларов в гараже не было. Не было при погибшем и его мобильного телефона. В карманах отсутствовали бумажник, кредитные карточки и документы, которые всегда были при нем. Через 19 часов после гибели Бирюкова эксперт-криминалист смог сказать о преступниках немного. На сегодняшний день следствие с мертвой точки не сдвинулось, а люди, близко знавшие Вадима Бирюкова, выдвигают свои, как им кажутся, наиболее достоверные варианты произошедшего. Я просто знаю, что есть машина реальная, которая стоит там 1040 долларов, понимаете? Это вот реальные вещи. Это очень реальные вещи. Есть кредитная карточка, на которой я не знаю, какая там сумма, но она есть, понимаете? Версия изощренного грабежа принята за основную и официальным следствием. Но любой опытный следователь скажет вам, что профессиональный угонщик хороших машин, который порой месяцами охотится за заказанной моделью автомобиля, никогда не пойдет на разбой. Слишком для него это опасно. Скептически все относятся к версиям, связанным с журнальной конкуренцией и к связи гибели Бирюкова с его возможным посредничеством в разрешении конфликта между Борисом Березовским и журналом Forbes. Единственная версия, которая не обсуждалась в прессе по сей день, это версия долга. Если бы Вадим Бирюков задолжал какому-нибудь современному коммерсанту сумму, эквивалентную стоимостью квартиры или, скажем, хорошей машины, то кредитор вполне мог бы прислать к нему сомнительных получателей долга, которые после долгих убеждений не смогли получить означенные суммы в ассигнациях и решили забрать ее имущество. Тем более, что стоимость пропавшего автомобиля вполне сравнима с ценой хорошей рекламы в популярном издании. Однако такое объяснение гибели Бирюкова с возмущением отверг главный редактор деловых людей. Зная Вадима Осиповича, я просто сомневаюсь в том, что... Мне, конечно, трудно судить, но я сомневаюсь, зная его человеческие качества и так далее, что могло быть такое. Сегодня два года с того дня, как ни стало Влада Листьева. Интересно, сколько должно пройти лет, прежде чем мы узнаем правду об истинных причинах устранения Вадима Бирюкова? Еще одно загадочное убийство произошло на этой неделе в Москве. В Датла сгорел автомобиль Ауди-80, а в нем обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями в голову. Улик никаких. От людей остались одни обгоревшие обрубки. Тем не менее, каким-то фантастическим способом следствию удалось установить личности погибших. Как вы помните из нашего предыдущего сообщения, мертвые мужчины и женщины были найдены на заднем сидении машины. Тело третьего человека находилось в багажнике. Первые двое – Владислав, преуспевающий 25-летний коммерсант, и его 19-летняя подруга Даша. Они погибли по нелепой случайности, оказавшись нежелательными свидетелями сведения счетов с их приятелем, убийство которого было заказано. Денис, чье тело нашли в багажнике, по оперативным данным – боевик Ореховской преступной группировки. Последний раз живыми всех троих видели в одном из баров Орехова-Борисова. Хозяин машины со своей подругой поехали отвозить третьего домой, в Орехово. Ну и, возможно, их там уже ждали. С момента отъезда из бара до момента смерти оставалось еще два часа, и ехать в Борисовский овраг погибшие явно не собирались, в то время как обнаружены были именно там. То есть, получается, их убили не в овраге? Нет, туда, однозначно, уже, скорее всего, привезли труп. Вывод напрашивается в каком плане? Темное время суток, и гильзы на месте происшествия обнаружены не были. То есть, либо стреляли не там, либо их собрали, что достаточно проблематично, когда на улице темно. Всех троих убили из автомата калибра 5,45. Затем двое неизвестных, которых, кстати, видели жители окрестных домов, подожгли машину. Налицо типичное заказное убийство. Странно только, зачем кому-то понадобилось пожертвовать столько средств ради смерти мелкого Ореховского бояка? Ответ может крыться в характере самой Ореховской группировки. Братва, обитающие на территории Орехова-Борисова, в последнее время порядком ослабы. После смерти лидера Ореховских Сильвестра, многие сильные авторитеты были убиты. Другие группировки сейчас окончательно потеряли уважение к былым подельникам Сильвестра и активно пытаются выбить Ореховских с земли. Вдобавок ко всему, внутри группировки происходит типичное для наших дней размежевание на стариков и отмороженных. Старый Костяк, возглавляемый последним авторитетом по кличке Витуоха, живет еще по законам Сильвестра. Новое молодое ответвление, сформировавшееся за последние пару лет, попирает старые авторитеты и правила. Настолько, что молодые под предводительством своего главаря по кличке Армян за два года уже уничтожили пятерых стариков, хотя формально и те, и другие относятся к одной группировке. Погибший в машине 22-летний Денис принадлежал к молодым. Вряд ли его смерть на совести старых Ореховских, те слишком боятся многочисленности молодняка. По сведениям из нашего источника, видновская преступная группировка никогда не теряла надежды на Ореховские земли. Старики окончательно ослаблены, пришел черед молодых. По непроверенным данным, двое из окружения погибшего Дениса уже заказаны. Передел сфер влияния в Москве продолжается.